Приоритеты конституционной реформы Узбекистан, социальное государство. Этой теме в Бухаре посвятили международную встречу за круглым столом. Цель разъяснить роль нашего государства в социально-экономической жизни общества, его функции и национальную модель. Изменением в конституции действовавшего ранее принципа «государство-общество-человек» на принцип «человек-общество-государство» намечена цель, предусматривающая приоритет человека. И это неразрывно связано с понятием «социальное государство», в основу которого заложена благородная цель — соблюдение его прав и законных интересов. В ходе международного круглого стола с участием представителей Министерства занятости и сокращения бедности, Министерства дошкольного и школьного образования, Министерства молодежной политики и спорта, Министерства здравоохранения, представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане, зарубежных ученых, депутатов местного кингяша, экспертов государственных органов, институтов гражданского общества, СМИ, научных образовательных учреждений, особо подчеркнуто, что данная норма пронизана в содержании всей Конституции. Согласно обновляемой Конституции, Узбекистан — суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство с республиканской формой правления. Впервые в истории нашей страны в Конституции будет закреплена норма, что Узбекистан является социальным государством. Закрепление в качестве конституционной нормы принципа «Узбекистан — социальное государство» по сути является отражением того, что сегодня Узбекистан уверенно идет по пути построения социального государства и справедливого общества. Я рад, что посетил древнюю и в то же время современную Бухару. Во обновляемой Конституции Республики Узбекистан особое внимание уделяется дальнейшему развитию сферы здравоохранения. Аналогичный референдум был проведен в Турции в 2003 году. В результате медицина была полностью реформирована, построены новые больницы, повысилось качество услуг. Что касается конституционной реформы, то хотел бы подчеркнуть, что ваша страна делает большой шаг в области здравоохранения. Это очень важно для развития сферы. Особого внимания заслуживают усилия по снижению материнской и детской смертности. В течение недели я был свидетелем того, как мои коллеги из Узбекистана проводили сложные операции с современными методами. Я верю, что новый Узбекистан делает смелые шаги к устойчивому прогрессу. В последние годы в связи с начатыми масштабными реформами экономика Узбекистана динамично росла, что и позволяло выделять больше средств на решение социальных задач. Если в 2018 году расходы страны на социальную политику составили 35 триллионов суммов, то к 2022 году этот показатель превысил 105,5 триллионов суммов. Это позволило в последние пять лет последовательно укреплять социальную сферу. Принцип Узбекистан социальное государство отображен и в нормах обновленной конституции, касающихся образования, здравоохранения, защиты прав ребенка и других сфер. Естественно, это положительно скажется на всех направлениях, проводимых в стране социальной политики. Примечательно, что в обновленной конституции есть и механизм, обеспечивающий права граждан, то есть обеспечение прав и свобод человека. Закрепляется как высшая обязанность государства. Это показывает, насколько важны изменения, происходящие в стране и в обществе. В ходе международного круглого стола участниками были обсуждены вопросы сокращения бедности, этапы развития здравоохранения как важнейшего направления политики социального государства, конституционные основы реформирования и развития системы дошкольного и школьного образования, закрепление статуса учителя в конституции, а также долгосрочные задачи, стоящие перед государством в социальной сфере в целом.